Это место и для прогулок, в том числе с детьми, и для занятий спортом. Здесь немало любителей бега, а еще на улице Конституции установлены тренажеры. Общение с горожанами помогло выяснить, каковы пожелания самих сочинцев относительно и этой территории, и соседних. На море хожу каждое утро, утром и вечером. На какие улицы еще внимание обратить? Где я? Что хуже, лучше? Где? Да, вот вы ходите все время, а где обратили внимание? Может где-то что-то там? Я бы не сказал. Вот знаете, на том, возле фестивального пляжа, там бы скамеек несколько еще. А, на фестивальном. Они что, хорошие или не очень? Они хорошие, их надо подремонтировать хотя бы. А, то есть получается сидушки нет, да? А что еще хотелось бы? Вы знаете, чтобы таких площадок было несколько. Потому что я смотрю, днем и дети здесь бывают. И тоже что-то крутится, и малышня, и прочее. Еще одна задача – привести в порядок подземные переходы, уделив внимание работе камер видеонаблюдения. Мэр дал распоряжение обустроить вело- и беговые дорожки таким образом, чтобы это было удобно и для велосипедистов, и для спортсменов, и для прохожих на набережной. Я думаю, что общими усилиями, скорее всего, до Нового года мы сможем сделать ее. И презентовать для горожан к Новому году уже обновленную, усовершенствованную прогулочную зону. Особое внимание во время обхода мэр уделил системе освещения. Из-за близости воды фонари довольно быстро приходят в негодность. Они также будут обновлены. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ.